Выглядит неаппетитно, но я приготовила себе пасту с тунцом и зеленью, а еще томатной пастой, я это обожаю, но это на любителя для тех, кто реально любит тунца, вот именно консервированного, допустим, Даня такой терпеть не может, а я обожаю, приятного аппетита. Ариашке пришли ее обновочки, я тут водой ничего не накапала, сейчас покажу, посмотрите какая красота, значит такая вот курточка стеганая, она очень-очень тоненькая, то есть где-то наверное в конце апреля, в начале мая будет вообще классную носить, крутая, короче там сейчас в Заре спец цены на некоторые вещи, вот значит эту куртку я взяла всего лишь за полторы тысячи, она стоила там две пятьсот примерно, что-то такое, значит взяла еще вот такие вот штанишки джеггинсы, да, у нее уже есть такого же, из этой же серии, точнее только со звездочками темные, я взяла вот такие вот светлые с арбузиками, тоже классные. Все это я брала на ростовку 86 сантиметров, 12-18 месяцев. Так, ну вот лонгслив обычный, с длинными рукавами. Так, дальше вот такой вот костюм, он стоил 900 рублей, кажется, по этой спеццене, а так он стоил около полутора тысяч. Так, и взяла вот такие вот кеды, 20 размер, самый маленький, который там был чаще, ну что ты топчешься, вот, но замочки тоже классненькие, сейчас все это будем мерить. А здесь, кстати, вот брючки от этого, от этой кофты, они вот с такой вот резиночкой, то есть они не как лосины, и они такие, ну без подклада, без ничего, вот, короче, сейчас будем мериться. Кстати, эти кеды хорошего качества, они прям хорошо сделаны, и еще у них прошита вот подошва, чтобы наверняка где-нибудь ее не потерять. И они такие по весу, ну не прям пушинки, но они и не тяжелые. Я сейчас буду готовить плов с говядиной, или из говядины, как будет правильнее. Так, значит, у меня здесь, значит, говядина. Вот такая специя для мяса, она не будет давать посторонних там запахов других специй. В общем, она такая нейтральная. Так, значит, рис для плова, специя для плова, моя любимая, черный перец, лук, морковка и чеснок. Это все пойдет сейчас в мультиварку. Ну, сначала зажарку сделаем, естественно. В общем, все буду показывать, хоть я и показывала уже много-много раз. Я всегда морковь на плов нарезаю крупно, потому что потом она ужаривается, становится уже не такая крупная. В общем, и она ощущается в плове. Некоторые, я знаю, что трут на терке, но мне так не нравится. Даже на крупной, когда трешь, все равно уже не тот эффект получается. Она становится очень мелкой, поломанной полностью. И, ну, на вид уже даже на плов не похоже. Единственное, мясо очень крупно такое нарезано, потому что оно уже было таким, привезли из магазина таким его. Вот, и я что-то это... В общем, это я его сейчас не порезала на более мелкие куски, но я думаю, что это страшно было. Пересыпала эту специю вот в такую маленькую баночку. Да, она пахнет, я не знаю, как объяснить, чем она пахнет. В общем, она крутая. Так, я, кстати, говядину ножницами немножечко разделила. Ну, слишком уж крупно все было. Так, теперь, видите, она хорошо поджарилась. Можно сейчас добавить сюда лук. Обжарим лук, и потом уже только можно бы добавлять морковь. О, Боже! Это идеальное сочетание лук и мяса. Так, пусть, короче, ужаривается. Блин, левой рукой, если честно, вообще неудобно перемешивать. Лук уже наполовину ужарился, и теперь можно добавлять морковь. Вот, все равномерно распределилось. Сейчас пока это все будет делаться, ну, зажариваться, полюбосненько с орешкой, скажем, в ванной комнате. И теперь на час оставляем на режиме плов. Смотрите, что только что мне привезли. Это шампунь, а это кондиционер. Я уже вам показывала такой шампунь от керасис, только розовый. Вот, он хороший, мне понравился, да. Но именно вот эта серия, она для ухода за кожей головы. Я уже говорила, что у меня обычно чешется голова. Вот, зудит кожа головы. Вот, и я почитала, у него хорошие отзывы. И я еще взяла кондиционер. Так, и, значит, оряшки я купила вот такой вот боди с длинным рукавом и с горлышком. Потому что сейчас у нас уже потепление. И вот мы будем уже надевать тоненькие куртки, но не тоненькие, стеганы. И вот, чтобы горлышко у них было закрыто. Так, вот такой вот боди, он на ростовку 86 см. Немножечко на вырост. И также взяла ей еще одну запасную шапку. Это шапка от Остин. Мне сейчас привезли несколько шапок, но они, короче, все были либо очень толстые, прям зимние. Либо большие сами по себе. Для больших уже детей. Вот, и вот это была единственная нормальная по размеру. А, еще была хорошая тоже шапочка, но у нее не было завязочек. И она надевалась не полностью на голову, а только на макушку. Вот, ну, короче, оставила эту шапку. Просто я, если честно, не очень люблю такие вот всякие стразики. Не очень я к ним отношусь, но, блин, подошла только вот эта шапочка. Так, ну что, мы готовы. Сейчас будем двигаться с Оряшкой на улицу. Встретим Даню. И мы вам расскажем о том, что у нас будет происходить с 30 по 3 число. Вот, после новости о том, что объявляется неделя выходных. Так что оставайтесь с нами. Еще Оряшка вот тут вот мне все расцарапала. Просто все. Она вот утром просыпается, начинает вот тут вот щипать. Меня вот прям до крови так больно, капец. Итак, рассказываю. Все, наверное, слышали о том, что говорил наш президент в прямом эфире. Вот, вчера. Он сообщил о том, что с 30 по 3 число объявляются нерабочие дни, не каникулы, не выходные. Именно нерабочие дни. Спустя один день, в общем, это все было обговорено еще более точно. Принято решение, что государственная структура и коммерческая реально могут не работать в эти дни. И работодатель, который все-таки подумает и скажет, что типа нет, вы тут работаете, вас это никак не касается. Нифига. Это все будет уголовная ответственность. Дальше. В эти дни нужно сидеть именно дома. То есть никакие шашлыки, выходы куда-то там погулять, там в парке, скверы. Это все нельзя. То есть это сделали не для того, чтобы вы реально отдыхали где-то в общественных местах. Это все для того, чтобы обезопасить нас. Я не знаю, как это будет в других городах, но в Питере вот так вот. И допустим, если все-таки кого-то на улице поймают, а поймает вас Росгвардия, которая специально будет работать в эти дни, следить за тем, что происходит в городе. Если они поймают вас и спросят, куда это ты собрался, потому что сейчас я должен находиться дома. И если их не устроит ваш ответ, вас оштрафуют. Штраф явно не 500 рублей и не 1000, а очень большой. То есть реально нужно сидеть дома. Даже на шашлыки нельзя. И еще будут с завтрашнего дня. Завтра, ну что, какой день недели-то? Суббота? Да. Субботы, получается, да. Будут закрыты все кафе. Ну, короче, общепиты. И фастфуды. И эти фудкорты тоже. Вот, поэтому это не прям карантин. Это реально просто сделали не рабочие дни. И если за вот эти 5 дней, которые нам дали, для того, чтобы отсидеться дома, если все будет хорошо, если же государство, ну не государство, если наше правительство увидит, что все равно заражения большие, то будет введен самый настоящий карантин. А настоящий карантин длится 40 дней. То есть они за это время, пока мы все будем сидеть дома, они будут наблюдать за динамикой вот из этого коронавируса. Вот так. Зашли в тенек. Вон тут школа, которую строят. Зашли в тенек и стало как-то прохладно. А вот будет всегда? Нужно, ну такие, накрывай, накрывай, все равно буду стирать. Вот. И это. Захотелось домой, тем более, что Даня принес большой-большой кусок торта домой. Наполеончика из британской пекарни. Поэтому я еще быстрее захотела домой. Хотя, который день я себе уже говорю, Марина, ты ж на диете. Ну как на диете, просто типа на правильном питании. Вот. Но то тортики, то пицца, то еще что-то. Вот одни провокации вокруг меня. Я не могу себя сдерживать и начинаю до сих пор жрать. А еще я же на днях ходила в поликлинику детскую, чтобы сводить Ариану на плановый осмотр. Ну, взвеситься, замериться, взять направление на прививку и по врачам пройтись. Вот. Пришла, значит, в поликлинику. Подхожу на ресепшн. Ой, ну вы поняли. И мне говорят, ну типа, что, пришла, тогда сюда. И так и так. Ну, взвеситься, замериться, направление взять. Мне сказали, все, вон, читайте на бумажке. И там написано, что сейчас никакой диспансеризации не проводится из-за коронавируса. То, что все это отменяется. Конечно же, там врач, если что, может принять, да, если ребенок болеет или что-то там серьезное. Но так просто, это все уже не работает временно. До какого числа, они тоже не знают. Я спросила, что с прививкой. А прививка, она сделается в другой больнице, где очень много народу всегда. И мне сказали, некоторые родители ставят, несмотря ни на что. Но это уже будет под вашу ответственность, потому что неизвестно, чем заразится ваш ребенок. Потому что неизвестно, там будет обычная простуда или коронавирус, пока вы будете там в очереди стоять. Ну, в итоге, короче, все отменили. И пока мы, пока что мы без новой прививки, ну, как без новой, ну, которую должны были поставить, и без осмотра. Так что я еще вам хотела сказать. Сейчас напряг с дезинфектором для рук. Санители, вот эти вот гели, да, антисептики. В общем, сижу недавно онлайн-супермаркете Перекресток. И смотрю, а там продается этот гель для рук, антисептик. 250 миллилитров у него объем. Короче, большой. И стоит он всего лишь 309 рублей. Так, сделаю сегодня антисептик сама. Я заказывала на зоне 2 бутылечка. Покажу вам, наверное, если не забуду. 2 бутылечка заказывала. Маленький с дозатором, с распылителем. Вот себе и Даня. Смешаю, значит, тоник Лориале. Заказывала тоже дешевый. Дешевый. Дешевый спиртовой. И добавлю, да, еще спирт дополнительно. Потому что, ну, понятное дело, что в этом тонике минимальное содержание этого спирта. Вот. И при этом, значит, сильно пахнуть алкоголем не будет. И при этом сильно прям кожу тоже высушивать он не будет, мой собственный антисептик. Вот. И то, что я говорила в видео, у меня оборвалось, значит, в перекрестке в супермаркете, помимо этого антисептика, ну, геля, который я заказала, еще очень много в наличии салфеток антибактериальных. 70 рублей пачка стоит, а в ней, ну, 70 салфеточек. Вот, допустим, в детском мире я заказывала салфетки тоже антибактериальные, только в маленькой пачке, в больших не было. Значит, в маленькой пачке 10 салфеток, которые стоят за упаковку 45 рублей или 55, но это очень дорого. Вот. А перекрестки их очень много разных, и они дешевые. Вот. Сегодня нам привезут эти салфетки, я много заказала их. И по поводу антисептика, который в перекрестке продается, в онлайн перекрестке, там, значит, эти антисептики продают не больше одной штуки. То есть, у них стоит ограничение. В одном заказе только один антисептик, может быть, и это правильно, потому что многие закупают это ящиками. У них, значит, там, годовой запас этих всяких гелей, значит, антибактериальных. А у кого-то вообще полбутылечка осталось или вообще ничего. Вот. И поэтому в перекрестке поставили ограничение. Рука уже затекла. Ну, короче, вот это то, что я хотела вам сказать. А еще, как только закончатся вот эти вот нерабочие дни, карантинные, так назовем их, я пойду в парикмахерскую убирать длину, потому что волос, ну, слишком уже длинный, и он еще пушится как-то начал. Короче, это смотрится не очень. Я хочу укоротить. Конечно, не вот так делать, но где-то сантиметров 15, может быть, еще чуть-чуть. Ну, короче, я так нормально уберу длину. Смотрите мои цветочки. Вот все, что от них осталось, от букетика, но они все еще стоят. Это я их подкоротила. Мои лютики до сих пор стоят уже неделю. Малыши мои. Так, смотрите, что я заказала на Озоне. Вот такие вот какие-то вот мини-тарты. Угу, тарты. Так, семена че. Вот такие кукурузные палочки «Вкусно мама». Именно их я хотела попробовать, и они есть только на Озоне. Ну, в магазинах наших не видела. Вот такие вот мультизлаковые конфеты с белой глазурью. Это было в отделе с диабетическими продуктами. Так, и вот такую зубную пасту «Ноль плюс» для детишек маленьких, как орешка. Ее можно, если что, глотать, потому что она же еще не умеет выплевывать. Так, дальше я взяла... А что этот? А, вот этот тоник я взяла. Он и так со спиртом, но я сюда еще добавлю спирт, и у меня получится такой антисептик. Я перелью его сюда, вот в такие вот маленькие бутылочки, которые я тоже заказала на Озоне. И плюс перекрестка, мне еще придут салфетки и тоже антибактериальный гель уже готовый. Так, дальше я зашла в пекарню, купила вот батон, и я купила пирожные. Так, сейчас покажу. Так, это тирамису, вот этот голубой торт, и красивый, это имбирно-клубничный, кажется так, и вот этот темненький, это медовик. Блин, представляете, хотела сделать этот лук с уксусом с красным перцем. Ну, чтобы к плову сюда, а у нас, кажется, лука нет. Хотя, думала, я его покупала. В общем, всем приятного аппетита. А еще, в общем, решила прибраться, ну, проходите, проходите, решила прибраться, значит, в пеленальном столике, в самом нижнем отделе. Не, в смысле, как решила? Давайте по-честному. Риана открыла шкаф, достала все, что там было, вот, и мне пришлось, естественно, все это убирать. И, короче, складываю все обратно и нахожу упаковку масок, которых сейчас просто нет в аптеке. Представляете, вот благодаря Риане, ее раскопкам, я нашла целую пачку салфеток, масок. Представляете? А и по поводу, значит, того, что сейчас будут нерабочие дни, скажу так, я буду гулять, я буду выходить на улицу с Рианой, но, в смысле, только во двор. Вот, потому что тупо сидеть в четырех стенах, еще и солнышко будет, ну, что это такое. Поэтому я смело буду гулять во дворе. Я думаю, во дворе меня никто ловить не будет. Но мы будем гулять и на детской площадке, в смысле, потому что на детской площадке по-любому будет очень много детей, родителей. Нам там делать нечего, потому что, во-первых, мы еще маленькие для этих всех качель, там, которые для нас есть, но мы как-то уже покатались и, знаете, я заколебалась обрабатывать одну карусель, ну, где вот Рианна сидит, вот эта качель туда-сюда катается, вот, чтобы мне это посадить, мне пришлось ее просто чуть ли там не от самого низа до самого верха протереть салфетками, посыпать, посыпать, пришипать антисептиком. Поэтому подумала, не надо нам такое, не будем мы пока кататься, потому что вот эта вот обработка всех этих качель, блин, занимает очень много времени и толку ноль. Вот, поэтому просто будем во дворе ходить, кататься на коляске, вот и все, но только во дворе. Вот, а сейчас мы будем смотреть фильм «Невидимка», это фильм ужасов, новинка какая-то вышла, вот мы сейчас будем смотреть, но вообще все же очень интересный, если что захотите, посмотрите трейлер. Все скачалось? Только я Bloodshot скачал. А, Bloodshot? Да. А, начну вы встретить Bloodshot с Вином Дизелем, тоже новый фильм, но, знаете, Вин Дизель, он себе вообще не изменяет. Тоже в белой майке, как в Форсаже, тот же брутальный взгляд и тоже всемогущество, number one fan. Вот, вот он, Вин Дизель. Вот, как в Форсаже, так и во всех его фильмах. Только в одном фильме он сумел как-то отличиться, это Ридик, потому что там у него были линзы, и потому что там его брутальный взгляд был спрятан под очками, и не было белой майки. Тебе снимает скрытая камера. Очень скрытая, прям вообще прям. Где эта камера? Где она? Не вижу ее. Где она? А? Ты такой кривляка. Кривляка. Чувачик, ну что такая недовольная? Зыркает, зыркает на меня. Косит свой взгляд. Чаченька. Что ты хочешь пожелать моим телезрителям? Телезрителям. Мы перешли на новый уровень. В общем, мы хотели сказать всем спокойной ночи. Кофочка моя такая. Кофочка. Ах ты кусал камака. Все, все.